Расскажите, пожалуйста, почему так интересно называется город необычный Чухлама? Как правильно? Правильно произносится Чухлама, но слово это сложное, и вообще сколько уже копий сломано в попытках разгадать это название географическое. Почему-то все считают, что название финно-угорское, потому что считают наши ученые, что здесь сплошным потоком когда-то жило финно-угорское племя Меря. Они жили во Владимирской, Ярославской, Костромской, Нижегородской, в общем, большую территорию населяли между Акой и Волгой, включая и часть Московской теперешней области. Но однако я, вот мое мнение, что это не так совершенно было. Конечно, финно-угры – это представители теперешние, Коми-Зырян, Карел, Ханты, Мансийский, да, автономный округ, это марийцы. Но ведь они все живут, во-первых, они не здесь уже, живут не на наших землях. Во-вторых, они сохранили язык свой, культуру, обычаи, народные костюмы, помнят своих древних богов, которые никакого отношения к славянскому пантеону не имеют. В то же время ученые пишут, что Галич Мерзкий, в состав которого входил тогда и Чухломский округ, в древнее Галичевское княжество, да, в составе Галичевского княжества. Галич Мерзкий, то есть он был основан племенем Меря. Это финно-угорское племя, и вот они якобы здесь жили, и вот они оставили название рек, речушек, озер и прочего. Но если подумать, и в то же время они утверждают, на поклонной горе стояла кумирня Меричи, где они поклонялись богам Туру, Ерилу, Велесу, перечисляя славянских богов. Если я финно-угор, мне зачем славянские боги? На вопрос, куда подевались все эти люди, обрусели, отвечают. Никто не обрусел, вот из перечисленных народов, хотя они в совершенстве знают русский язык, но они же все помнят, все свое, они не обрусели. А вот эти вот все почему-то обрусели. Я считаю, что дело было совершенно по-другому. Галич в древности есть древние летописи. Летописи эти краеведами XVIII-XIX века изучались, впоследствии как-то куда-то их замылили, потому что они рассказывали правду эти летописи. Галич в летописях старинных назывался Галивон, а озеро называлось Нерон галическое. А что такое Галивон? Это просто испорченное слово. Фактически Галич назывался Галибон. Кто такие Галибы? Да это известно славянское племя. Галибы, которые сами себя называли Судавы, Судины, Судовиты. Вот вам наш бывший город Судай, маленькое поселение Судовитов. Судская возвышенность, с которой начинается река Суда, текущая по Вологодской области, впадающая в Сухону. Что такое Сухона? С санскрита переводится Сухона. Правильно пишется Сухая она. В верховьях река Порожистая, милеющая летом, была сухой. И для судоходства непригодной. Она и была Сухоной. Но санскрит ведь это родной брат древнерусского языка. А древние Балты, как вот считаются, вот те же самые Галибы, они же говорили на древнем славянском языке. И Галис на их языке. Галис. То есть Галич – это уже более позднее привнесение. Звонкое вот это. Галис означает край, рубеж, окончание. То есть дальше они не ходили. Дальше жили заветлушские черемисы, как раз представители финно-угорского народа. Так вот река Межа и была своеобразной межой и рубежом древнерусского княжества. Озеро Нерон. Только букву «Н» прибавили. Озеро Неро Ярославское. А что такое Игалич Мерский? Меря – это не национальность и не принадлежность к какому-то народу. Это способ добывания пищи. Это рыболовы. Меря – мережка. Да, русское слово? Мерест. Мер – нер, корни. То есть говоры, правописания же никакого не было. Это же все привнесение более позднего времени. Мер – нер. Так вот озеро Неро – рыболовная меричь. И это рыболовы. Галич Мерцкий у них самое главное – это рыбная слобода была главенствующая. То есть градообразующая, как бы в древнем галическом княжестве это была рыбная слобода, где профессионально занимались рыболовством. И озеро Неро, на берегах которого в Ростове Великом родился Александр Невский, до XVIII века во всех летописях написано «Александр Нерский», а вовсе не Невский. Невским он стал при Алексея Михайловиче Тишайшем. Вот. И битва, видимо, произошла где-то там. То есть это же между Акой и Волгой, это же костяк русской государственности. Вот здесь, вот отсюда теперь нас пытаются выжить, пытаясь нам доказать, что здесь когда-то жили меричи, вот эти финно-угры. Мы вообще, русские, неизвестно вообще кто, неизвестно откуда взявшийся народ. А вот они вот тут и были. Но, извините меня, все это не так. Почему? Если посмотреть на названия многих рек, то они прекрасно переводятся, все с санскрита, да? Когда-то в древней летописи, в переписи 1615 года, наше озеро единственный раз было правильно названо. Река Мокша впадает в озеро Сомово. Сомово. Чухломским оно стало, ну, более позднее время уже, по названию, значит, города Чухлома. Я где-то читала, что в летописях писали, что оно якобы называлось Чуцким. Так это или не так? Нет, совершенно не так. Это кто-то вброс какой-то сделали. Ведь столько несведущих людей, и я даже не понимаю, с какой стати, они считают, что здесь жило племя Чуть. Но Чудью в древности назвали древних новгородцев, а вовсе не финоограф, которые жили вокруг озера Эльмень. Ну, вернемся к тому, что, да, вот, как наш город, да, как вот его перевести. Смотрите. Сейчас, секунду. Это сложное слово. Чухлома. Чух – это сух. Смотрите, че, да, се, сух, лома. Лома, с языка, или лома. Лома, река в Подмосковье. Лома, так это море. Нет, большое, большая вода. Пусть она большая вода. Но правильный перевод, правильный перевод будет, это, как бы, пролом в земле. Вот река, она вырыла, озеро – это, значит, котлован, да, потому что озеро ледниковое, и, скорее всего, вот, как сказать, дно, да, вот эти породы коренные – это известняки. Ведь Солегалич у нас почти весь стоит на известняках. Там прекрасный большой известняковый комбинат, где в музее сохранились отпечатки разных папоротников, да, в извести. Это аммониты, белемниты, чертовы пальцы. Вот. Ну, то есть аммониты и белемниты, наоборот. Так вот, вот это ложа Лома, пролом. Так. Но сухим его ведь назвать нельзя. Так вот, смотрите. Древнее городище, где стоит монастырь, оно вдаётся в озеро своеобразным таким мысом. Мыс. С этой стороны большой сухой овраг. С этой стороны течёт речка Яхрамша, впадающая в озеро. То есть оно вот так окружено с одной стороны сухим оврагом, с другой стороны речкой. Так вот, на сухом ломте, на сухом ломте и находилось древнее городище, древнее поселение. Они же не заморачивались как-то красиво это всё называть. Они просто обозначили место своего проживания. Вот на этом сухом ломте. По-русски есть прекрасное же слово ломать, ломать, да, пролом. И вот реки, лома, лама, да, это вот. Или смотрите, хох, лома. Пишут учёные. Название непереводимо, неизвестно. Но если подумать головой, смотрите, хох, есть слово в немецком языке. Ханде хох. Хох, вверх. Хохол у русских есть. Хохолок, птичий, да. То есть что-то высокое, да. Да, да. Тот же холм, только буква Х потеряна. То есть высокий пролом, то есть верхний какой-то пролом. Вот это вот, ведь хохлома на речке, хохломе находится. Так вот эта речка хохлома и есть какой-то верхний пролом, в отличие от какого-то нижнего. От какой-то нижней реки. И в 1968 году один индийский филолог, ученый, который не знал ни слова по-русски, он решил проехать по русскому северу, посмотреть, ну, то есть послушать русский язык, в его первоначальной таком звучании, как в деревнях говорят. И когда он приехал, он был крайне удивлен, что тамошние бабушки говорят на одном из наречий санскрита. Он их понимал. Многие слова понимал. Откройте словарь далее. Мы с вами, современные люди, уже в этом словаре 90% слов уже не сможем перевести. Нам кажется, что вот они звучат уже где-то по-финно-угорски. Вот для нашего знания. Но это же древние русские слова. Вот эти слова и произносили архангельские вологодские бабушки, которых он с удовольствием слушал. И потом древний санскрит, древняя корневая система, она же родные братья с древним русским языком. Открываем, например, слово о полку Игореве. Да мы сейчас его не поймём. Вот с вами его прочтём. Мы там 95% слов не будем просто понимать. Современные люди. Язык, он не есть какая-то там застывшая субстанция. Он же меняется во времени, пространстве. Всё изменяется. И не зря в школах древолюции изучали древнегреческий и латынь. Это же родные братья древнерусского языка. Чтобы понимать значение слов, мы произносим слова бездумно совершенно, не вдумываясь в глубинный смысл слова. А слова, они несут очень интересное всегда значение. Например, су мерки, присущее мраку. Мрак. Мраку су. Су вот эта приставка. Су гроб, присущий гробу. Почему? В сугробе утонул, замёрз и всё. Вот просто нужно прислушиваться и понимать значение. Либо же, смотрите, Галеческое озеро Нерон, Чухломско-Сомово. В Чухломско-Сомово впадает речка Сона. На древних картах она пишется СО-НА. А сейчас это произносит слово мягко. Соня. Да? Сона. Во Франции есть река Сона. И есть река Сена. А кто такие французы, да? Это же галлы. Это же выходцы с Восточной Европы. Ведь когда-то всю Европу населяли славяноговорящие племена. И потом, как бы, их предшествующим языком, всех романских языков, была латынь. Это же Древняя Римская империя, которая поглотила многие славянские народы. Так вот, в Галеческое озеро, из Галеческого, вернее, вытекает Вёкса, они произносили в древности Векса, река Векса. Из Галеческого, а не из Чухламского Векса? Из Чухламского тоже река Векса вытекает. То есть, одинаково. Смотрите, Векса, Векса. Что это может обозначать? Значит, с финно-угорского, как нам пытаются объяснить, это рукав, проток, значит, всё. Ясно. Но глубинный смысл слова, смотрите, Векса – это Векша, то есть Эс и Ша. Это произношение индо-говорящее, ирано-говорящее, как бы две языковые группы, да? Сэ и Ша. Векша. Что такое Векша? Векша – это белка. Белка переводится. Белка – это Юркий, Векша – это Юркий зверёк. Смотрите, дупло. Путь зверька по дереву, да? Юркий зверёк спускаться из дупла по дереву. Древние мыслили образно. То есть, образно, понимаете? Потому что на древнем санскрите Акша – это Око. О – Окша. Акша – это глаз. Глаз. Древние – глаз, да, круглый, Око. Вода. Вода. Из него вытекает, как бы, вот, слеза, да? Река Сона. Она берёт начало на горе Соно-Дома. Сейчас это произносится Сон-Доба. Сон-Доба. Соно-Дома. То есть, гора эта очень высокая, 294 метра. Это самая высокая точка возвышенности здешней, да? Да. В Костромской области. Да, над уровнем моря. Вот это вот гора Сон-Дома. Но есть река Судае Сон-Доба, которая на старых картах дореволюционных Сон-Дома была. Сон-Дома. В Индии есть лес, затапливаемый разливами реки. Он называется Сун-Дор-Бан. Сун-Дор-Бан. Сун-Дома. Сун-Доба. То есть... То есть корень Сун-Доа. Смотрите. Судно. Судно. Присущее дну. Судно. Вот оно, дно, как бы, а повторяющее дно реки, да? Су – это в русском языке вот обозначающий принадлежность к чему-либо. Вот. То есть в сумерке, да, присущее мрак, присущее дну, судно. А в Адриатическом море, как бы, в Адриатическом море есть залив Суд. Кто такие древние греки? Это же выходцы с севера. Аполлон. Бог искусств греческий. Он не грек. Он вовсе не грек. Он выходит с севера. Ему приносили северяне дары, вот, в его храм. И каждые три года он отправлялся на север в повозке, что ли, запряженной лебедями. А по-древнегречески лебедь – кикн. То есть кикать от слова кикать. Он же кричит. Кричит, да. А у русских женщин головной убор называется кика. И вот эти два, две рожки – это вовсе не рожки, это крылья лебедяны. Вообще не фантастика. Это просто забытое древнее знание. И все. И смотри, Аполлон, да. Американцы произносят Аполло у них, да, Аполло. Корабль. Аполло, ударение. Аполлон – это Купавон. Это русский Купало. Купало. Это наш славянский бог. Ну, естественно. Ну, ведь… Ой, или смотрите. Древнее племя не… Слово нерв. Нерв. Да? Это жило. Жило. Нерв. С греческого – это жило. Что, значит, у греков был бог спокойного моря, царь Нерей. Нер, да? Нер. Пятьдесят его дочерей Нереид. Нереиды. Они курировали, можно так сказать, источники всех вод на земле. Это реки, родники, ключики, озера. Вот они. И он был бог спокойного моря. То есть… И невры или нервы – большое племя, которое жило на территории современной, здесь вот, части России. Это они считали, древние считали, что каждый нерв может обратиться волком. А ведь у русских, в русских народных сказках волк всегда помощник. Помощник Ивану-царевичу, помощник, значит, помощник всем людям. То есть волк – это был тотем своего рода, вот такой тотем. И это такая глубина уже веков, что нам и не снилось. Наши археологи, они же копают здесь уже с 1923 года, вокруг озера. Открыто 43 стоянки времен Неолита. Сама древняя стоянка открыта ими. Это седьмое тысячелетие до нашей эры. То есть вот 9 тысяч лет назад люди уже жили на берегу озера. Они ловили рыбу, они охотились. У них были построены хижины. Кстати, построены они были по всем канонам архитектурного искусства. То есть ни абыках, ни шалаши, ни какие-то там. Это все. Посуда у них была сделана такая, нам еще и не снилось нам не сделать ее. Кремниевое орудие тоже не вытесать и не суметь ими воспользоваться. Они были люди для своего времени очень продвинутые. Они просто были другие. Они были едины с природой, от которой вот они получали все. А мы совершенно от нее отдалились и уже не понимаем, не имеем связи с природой. А они были единое целое. И вот они как жили 9 тысяч лет назад здесь, так и продолжают жить здесь. И никуда они не девались. Никуда они не исчезли. И многие находки, это фатьяновская культура, это культура, которая считается европеоидами. То есть европеоиды здесь жили. А вот волосовцы, это все ученые, они вот так вот все себе это напридумывали. Я думаю, много чего, конечно, напридумывано ими по ходу дела, что якобы это уже финно-угорские были предки. А вот фатьяновцы, это были предки современных славян. Город Кострома, это он от костра, это часть льна, да, вот этого семечка, от этого слова произошла? Нет. Река Кострома, единственное название, вот единственное, наверное, на всем пространстве России, это ведь реки многие называются одинаково, да. Кострома, она одна, единственная. Река Кострома, она берет начало свое в Душкинском болоте. То есть на территории нашего района берет река, это начало, и впадает она, значит, в Волгу. Здесь вот река, здесь вот Кострома. Она уже называться по названию реки, город называется. Конечно, первоначально это река, это первоначально, самое древнее, пласт языковой, это географические названия, именно рек, речушек и озер, но не городов. Города это уже более позднее наслоение. Так вот, Кострома, сколько тоже копий всяких, сколько все. Ой, ну вот смотрите, на истоке реки стоит храм. Вот у истоков реки стоит храм Рождества Христова. Здесь, в нашей местности, это единственный храм Рождества Христова. Смотрите, Рождество Христова – это 25 декабря по старому стилю. Это когда день прибывает на воробьиный сколк, то есть своего рода рубеж, да, перехода от тьмы к свету. У древних славян богом перехода, вот именно прибавления света был Хорст. Хорст – это имя Хорст, есть у немцев. Хорст или Хорст, понимаете? Скорее всего, что Кострома когда-то писалась. Хор, Хорст, Лома. Вот, понимаете, как бы это сказать, с течением времени, да, с течением многих тысячелетий язык люди приспосабливают к произношению. Они иногда применяют антитезу, переставляют буквы, слова, делают, как им удобнее произносить. Как сказать Хорст, Лома, да, непривычно для нашего уже уха. А вот это и был, был великий пролом. Река – это вот пролом в честь Бога Хорста, прибавление света, понимаете? Ну вот мне вот как-то, вот все это как-то кажется ближе. И потом, ведь реки – это и были для древних дороги, никаких полей не было еще, не вообще древние передвигались по дорогам, рекам. Это вот основной, это была основа их жизни. И посмотрите, так, Волга, да, почему считают, я не знаю, почему-то считается, что господин Великий Новгород, который господином Великим Новгородом-то стал в советское время, он и был главной, как бы такой, торговой державой. Но ведь Новгород ни на какое море он не выходит, ни с каким портом он не связан, и никак из него никуда не попадает. Он вообще где-то там в лесах, в топких болотах, и вообще Бог знает где. Течет Волга, Нижний Новгород. Верхний-то где же должен быть? А Верхний Новгород вот и был, господин-то Великий Новгород. Это Ярославль. Ярославлем он стал, потому что там Ярослав мудрый в своем подворье, Ярославово подворье. А до этого, а Волга, в Снизовьях, да, из Персии, пожалуйста, тебе, значит, Волгу, и, пожалуйста, тебе открыт, да, путь в Северную Двину, и туда, пошел, пошел, пошел. Вот где был, вот это была древняя торговая дорога. И ведь князья же пишут, что, значит, из Москвы по пути в Новгород заехал в Ярославль. И, извините меня, ну, не в Ярославле, куда, не помню уже. Да, 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 есть такое в летописи. Да, что-то там в летописи. Так извините, что, что, через бой на Галичи они ездили, что ли, такие крюки-то делали. Это же, ну, вообще нонсенс. А потому что все быстро забывается. Уже забылось, что Ярославль был Новгородом. И вообще, если даже взять господин Великий Новгород, вот я, кстати, с этим 100% согласна, что это была некая большая территория между Акой и Волгой. Это вот костяк русской земли, где самые древние русские города находятся. Вот даже сейчас мы ходим по окрестным деревням, лесам. Сколько церквей стоит, да каких. 49 храмов было в Чухломском уезде только. Это же просто произведение искусства. Такие где-нибудь, я не знаю, в Риме или Греции, туда уже будут ходить тучи туристов и это смотреть. Это значит, что здесь был очень населенный край. До революции здесь было 62 тысячи с хвостиком населения в Чухломском только уезде. А сейчас 10 с маленькой натяжечкой. По два даже храма есть в некоторых селах. Это вот, например, Мироханове. Бушневе и Мироханове – это родина Константина Ивановича Арсеньева. Первая статистика России. Воспитатель Александра II. Ну, одного из воспитателей. Он родился в семье священников в селе Мироханово. Там тоже зимний летний храм, два храма на берегу Святого Болота. Очень красивое место. Приехала в 70-м году, еще оно такое все было. Красота, там люди жили. Там была ферма, там были деревни. Это в каком году еще были? В 70-х годах, конечно, все разорили. Это в начале 80-х. Потому что в Ножкине построили большой животноуческий комплекс. Всех доярок переселили. Деревня Савелова около Мироханова. Два порядка домов крепких, хороших. Все так и осталось. Потому что продать было невозможно. Некому уже. И все, школа была двухэтажная, деревянная, медпункт, библиотека, почта, магазин, сельсовет. В общем, вся инфраструктура была в Мироханове. Место вообще красивейшее. Вообще, вот я читала, что по берегам этого бывшего озера, да, это же раньше было озеро, теперь болото святое. Там было семь церквей, да, только по берегам. Да, да. Много населения. И на остров вела, вел мост и гать. А, да. 800 метров была мощеная такая, значит, гать. То есть положено бревна так, потом так, потом снова так. И перила сделана, потому что школьники ходили в школу. С этого Никола-Жукова. А, то есть они с острова ходили? Нет, на острове была небольшая деревенька, семь домов, называлась гора. В 1940 году деревеньку эту ликвидировали, потому что в 1940 году, на кануне войны, вышел указ Сталина. Все деревни, до пяти домов включительно, переселить в более крупные населенные пункты. Некоторые люди только что новые дома себе поставили, жили вольготно. Маленькая деревня, это значит раздолье для покосов, для посьбы скота, ну вообще для всего. Ну и все, пришло все это бросить. 16 век, это был век, когда, я так понимаю, что после смутного, то есть не после смутного времени, вернее, после Северной войны государство ослабило, особенно Север, ну Север. Многие погибли в войне со шведами, деревни обезлюдили, и тогда вот заветлушские черемисы, казанские татары, они стали совершать набеги на здешний край, грабить. Только в 16 веке было 15 набегов совершенно, но ни разу они не могли взять наш город, ни разу. Это была крепость, очень-очень укрепленная. Ее не взяли даже поляки в 1609 году, отряд Пана Лисовского, они дважды приходили в Солигалище, его сжигали, а наш город оставался целым. А здесь была что, крепостная стена? Да, это была огромная крепость, построена еще в 1450 году Шемякой. Вот, это был такой укрепрайон, короче, на берегу озера. А почему так называется Мираханова? Интересное название. Да, интересно название, начиная, значит, от Гааха. Мираханова. Мир с ханом был. Притыханова. Ксюш, с кем там, с каким ханом уже там плелись, неизвестно. Деревня была там, Мираханова, но особенно к Мираханову много. Так, с каким ханом мир? Никаких миров ни с какими ханами здесь не заключали. Теперь, кто-то написал. Мираханова. Мираханова. Миром благоухает. Вы посмотрите, какие луга вокруг, какие цветы. Благоуханье миром. Ну, это, в общем, это и есть народное творчество. Но смотрите, какая тут заковыка. Однажды в переписи 1615 года, которую предпринял Михаил Федорович Романов, после смутного времени, он сказал, а чем же я владею? И послал своих переписчиков переписывать все. Так вот, эта перепись, она существует, она есть. Все деревни, какие у нас на слуху, и которых сейчас, вот вы говорите, урочище, все деревни, они все были. Если даже их не было, они, например, пострадали от набегов казанских людей, или заветложских черемис, или там от голодных лет. Все сошли там безвестно, ушли крестьяне. Название потом этих деревень, эти деревни восстановили под тем же самым названием, какие они и были в переписи. Так вот, там встречается... Михораново. Название Михораново. Никакое не Мироханово. Видите, перестановка какая произошла? Михораново. Что такое Михораново? Смотрите, около Федоровского есть Михорова гора. Михоровка они ее зовут. Михорова. Шуйский здешние земли раздал польским панам во время Смутного времени. Так вот, паны Михоровские, это был знаменитый род польский. Михоровы, они Михоровские. Вот, видимо, значит, Михораново поселение, вот это, эти земли, вот этому... И вот здесь, вот им какую-то часть вот эту отдали. Вот это и закрепилось. Название, я так считаю. Вот оно откуда. А здесь же у вас еще остались остатки Екатерининского тракта, то есть вот мощеная булыжниками дорога. Нет, нет, нет. Это где-то вот коны... Это Екатерининский тракт, ну да, он Екатерининский тракт, но булыжником его мостили пленные немцы Первой мировой войны. И Екатерининских трактов было много. Даже я в Ярославской области жила, у нас были посажены Екатерининские березы. Это, видимо, был такой указ Екатерины, чтобы обсаживать все значимые главные дороги России березами, чтобы задерживать снег, там, прочее. Ну, в общем-то, это была ее инициатива. Но тракт-то шел в Сибирь, туда он шел на восток. Он был выложен плашками, то есть спилами осиновыми. Осина же, она долго не гниет. И вот эти вот спилы, они были друг к другу плотно это и песком засыпаны, потому что здесь же много, залежи большие, гравия, песка и прочих строительных материалов. Вот это все уколачивали такой вот деревянной бабой. Все это ровненько было. По нему вот и шли кандальники, гремя кандалами. Поэтому Екатерининского тракта. Вот. Понятно. Смотрите, вот считается, некоторые неправильно называют Урал репейскими горами. Это в корне неправильно вообще. Репейские горы же в источнике, в древнем источнике индийском Махабхарата, которые описывают исход Ариев с севера, то есть отсюда, древний Гипербореев с севера, который произошел 12 тысяч лет назад, после, видимо, того, как климат поменялся. Там описывается, как падают с неба белые перья, то есть снег, снег, северное сияние, они описывают все. Вот как раз оттуда, наверное, слово сугроб и образовалось. И они четко называют, что репейские горы с востока на запад тянутся 180 километров. Так это же северные увалы, знаменитые северные увалы. Вот они идут у нас по Вологодщине. Откуда стекает и кайюк. И сухана-то, да, и сухана, она течет в каньонах северных увалов, вот здесь. Так и они описывают эти каньоны, как золотые, потому что даже сейчас японские туристы приезжают на эти каньоны любоваться. Они, когда, значит, солнышко их освещает, там вот эта вот обманка золотая, я не знаю, как эта порода называется, она вот такими слоями выложена, все эти отвесные обрывистые берега, они блестят на солнце, как будто золотые. Так вот в Махабхарате это все описывается. Описывается животный мир, именно вот севера, журавли там, утки, гуси. Потому что все ученые говорят, ага, там это Индия, Индия, какая-то Индия. Индии, когда-то Индии, Белой Индии называли Карелию. Вот это Белая Индия и есть Карелия. Так вот, а Китаем называли Сибирь. Так вот, исход вот, исход отсюда Ариев, вот он… Шел здесь и пасуха не проходил, да, получается, все эти места описываются. Ну да, и смотрите, в индийском вот этом эпосе, например, главное божество, да, бог, царь Ману, да, Ману. А Ман, Ман, ведь это, да, вот Ману, человек, да, у германцев Ману. А главную гору они же называют Меру. Вот она главная, Меру, гора, которая была на месте Северного полюса, а вокруг нее плескался теплый молочный, они его звали, Молочный океан. Соловецкие острова, они называют Соловейские острова, Соловейсу, то есть Солнцем Авены, Соло – это Солнце. Можно это все вместить в голове и это все как-то осмыслить. Почему? Потому что это же такая большая древность, это все такое… Вот я в Ярославской области жила, а у нас река протекает Крекша, через деревню Першина Крекша. Что такое? Вот совсем уж, да, не по-русски ведь. Вот скажите, что такое Крекша? Крекша? Крюкотать? Не знаю. Да, вот. Оказывается, на санскрите Крекша – это утка. Мы говорим Крекша. А, Крекша, Крекша, точно. Крекша. А там четко произвели Крекша. Ну, вот она, утиная река. Что еще нужно? И многие названия вот эти остались. Так вот, смотрите, вот эти Репейские горы. От них отходят рукав. Это вот Галическо-Чухломская возвышенность. Один из рукавов Северных Увалов. И, например, Архаровское месторождение, это карьер, где находится самое лучшее, что ли, самое лучшее в Костромской области по составу залеж гравия. То есть вот и здесь очень много залежей кварцевых песков. Кварцевый – настоящий морской песок. Откуда бы он здесь взялся? Да потому что во времена Мезозоя на территории Костромской области плескалось теплое море и мелкое. И весь вот этот гравий, если на него посмотреть, он же окатан, как камушки на пляже Чёрного моря или любого моря. Они же в прибое все окатаны. И в карьерах часто встречаются те же аммониты, белемниты, окаменевшие яйца динозавров и даже на глине там следы их отпечатанные. Вот какая древность-то. Ну да, эти аммониты, белемниты и в московском. Да, и везде они, везде. То есть вот это древнее, предревнее море, когда вообще, я не знаю, суши-то были, наверное, маленькие клочки. Вот оно и было здесь. Постепенно климат постепенно менялся. Ведь и когда-то древние гипербореи, они же жили хорошо. У них теплый был климат. И находят же и на побережье северных морей отпечатки папоротников. А вот и ничего на земле же постоянного и стабильного нет. Мы считаем, что у нас климат плохой. А он всегда разный. Интересные речки у нас там в окрестностях Асташова. Идл и Яга. Почему такие названия? Идл. Сейчас скажу. Ну, Идл, не знаю, почему Идл называется. Не могу сказать. Может, это сплавная была река. Может быть, это уже более позднее наслоение, что она была трудна для сплава. То есть как Идл этот. А вот Яга, она правильно произносится. Яга. Йога. Йога. Йога – это на языке коми-зыриан вода. Просто вода. Просто вода. То есть есть и такие корни всё-таки. Так они ничего. Они вода и всё. Вот смотрите. Все, многие реки, кстати. Смотрите. Ножига. Ножига. Нож-яга. Ножкина. Оно не потому, что это в честь ножки какой-то там ноги. Нет. Оно находится на северном берегу. Северный берег. На древнем языке – ножный. Значит, ночной. Ночной берег. Ножный. 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 Вот он. Северный. Нет, северный. Нож. Это ночь. Ну, ночь на севере, да? На севере, да. Всё. Вот он. Вот и река. Значит, чёрная, тёмная. Тёмная вода. Чёрная вода. Ножига. Так, теперь есть возяга-река. Воз-яга. Это в Судае. Но теперь пошла мода. Дурацкая причём. Многие, я интернет, когда читаю, стали вместо буквы Е писать букву И. Ига. Воз-яга пишут, нож-яга. Нельзя искажать. Нельзя. Вот эти названия, правильно, они остались от Коми-Зыриан, потому что границ никаких не было. Те, значит, сюда приходили рыбу ловить, эти туда там в лесах дичь стреляли. Вот. И потом каждый народ, какое-то название, непонятно для него, начинает его под своё подстраивание. Смотрите. Вот как раз наше озеро, река, которую я показывала, Яхромша. Яхромша. Вот она, в Ножкине. Яхромша. А у нас есть Яхрома. Яхрома. Вот это Яхрома, это название, оставшееся как раз от племени Галять, или Галинды, или Судавы, или Судавиты, которые населяли и здешние места. Так вот, Яхр, Яхр, Ахр, Ахрон, Ухрон, то есть это как бы охраняющая территория. И правильно она называлась? Яхр, Акша. То есть охранное око. Яхракша. Стала Яхромшей. Вот и всё. Охранная, глаз. То есть она вот с севера опоясывала древнее городище, закрывалась с севера, а отсюда сухой овраг, сухлама, на сухом ломке. И Яхракша. Мы снова вернулись. К тем же самым. К нам же, к нашей чухлами. Ну да. Ясно. Спасибо вам. Да и не за что. А откуда вы берёте... Ой, это всё. Вот меня тоже спрашивают. Откуда же это ты? Просто нужно очень много читать, очень много всего перелопачивать и всё это держать в голове, чтобы, как сказать, когда-то вовремя это всё вот озвучить. Иначе что? Никакого толку. Потому что, например, об этом в одном источнике написано, про это в другом, про это в третьем. А вот когда вместе-то всё это сведёшь, и получается ясная и чёткая картинка прошлого. Потрясающе. Спасибо большое. Да нет. Спасибо. 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 Спасибо.